То это, конечно же, огромный хайп, для него это полезно, он получает дополнительный приток аудитории, но для двух народов это очень вредная тема, потому что начинается поливание грязью, и вот это вот то, что происходит сейчас в комментариях, в различных группах, под его публикациями, это типичный пример Асабии. Тумсо специально не читает про Томаева, говорит, да нет, я, честно говоря, не видел, что вы писали, но это тема, которую я тоже хочу озвучить. Вчера в Махачкале известный блогер, чеченец Асаб Томаев, значит, с ним там произошел инцидент, когда его ударили, и в трех местах сломали ему скулу. И, разумеется, ну, такие вещи, конечно же, приводят к огромной фитне. И человек, у которого, по-моему, миллионов пять подписчиков в Инстаграме, почти три миллиона в Ютубе, разумеется, когда что-то такое случается с ним, то это, конечно же, огромный хайп, для него это полезно, он получает дополнительный приток аудитории. Но для двух народов это очень вредная тема, потому что начинается поливание грязью, и вот это вот то, что происходит сейчас в комментариях, в различных группах, там, под его публикациями, это типичный пример Асабии. И вот той самой Асабии, которая приходит в хадисе посланника Аллаха, где, когда произошел конфликт между мухаджирами и ансарами, и они начали призывать друг друга о мухаджиры, кричали мухаджиры, призывая своих против ансара. Ансары говорили о ансаре. И когда пророк, мир и мой, власти, не Аллаха услышал это, он сказал, что воистину это призыв джахилии. Это вот та самая классический пример этой Асабии, когда одни призывают, говорят о чеченце, а другие говорят о дагестанце. Одни говорят, да, там, мол, поступил неправильно, но это вот, он же наш, и мы должны, значит, теперь там что-то сделать. А вторые говорят, ну, да, вот поступил у нас там, он неправильно, но он же наш земляк, и мы не позволим теперь с ним что-то вам делать. Вот такие вот разговоры, это типичная зловония, от которого нужны люди здравомыслящие, то есть братья, я сейчас перейду немножко на такую религиозную тему, братья из числа дагестанцев, чеченцев должны понимать, что это не наш уровень таких разговоров, мы должны быть где-то над этим. Большинство людей, к сожалению, невежественны, и они, конечно же, переходят на такие эмоции, но братья должны сохранять вот это вот трезвое мышление и быть над этим. Никаких разговоров в контексте двух народов быть здесь не может быть. Не может быть. Здесь есть конкретный инцидент конкретных лиц, и вот даже если какие-то разборки, да, сленгово, скажем, происходят, то они происходят в рамках вот этих вот лиц. То есть здесь неуместно переводить это на какие-то народы. Теперь, ну, немножко нужно коснуться, да, того, что там произошло. Но, и мы не будем сейчас вдаваться именно в эту тему, я хочу из этого перейти на другую, более важную тему, которая имеет прямое отношение к тому, что произошло. Это вот очень хороший пример. Например, смотрите, приехал, значит, туда этот Томаев и припарковался, не просто припарковался в неположенном месте, а он припарковал свою машину таким образом, что заблокировал выезд там одной или двух машин. Очень важный момент. Это не просто ты припарковался там, где запрещено. Но это проявление неуважения к людям, когда ты блокируешь выезд, тебе плевать, что, а может быть, там очень срочно, вот именно в этот момент, когда ты ее припарковал и пошел, как объясняет сам Томаев, ему там нужно было что-то очень быстро купить. Он думал, что зайдет в торговый центр, купит там что-то себе из одежды. Но это не тот даже, понимаете, не та ситуация, когда ты останавливаешься перед магазином, чтобы забежать, взять булку хлеба и сразу обратно сесть, когда ты видишь свою машину. И в случае чего там, если кто-то должен выехать, ты можешь сразу выйти. Это не та ситуация. В торговый центр куда-то там на третий этаж уже успел даже подняться. То есть это ты по-любому блокируешь выезд на длительный период. И вот в это самое время, возможно, этому человеку нужно будет очень срочно куда-то поехать, и ты ему перекрыл выход. Поэтому, конечно, то, что он сделал, изначально очень неправильно. Но это, конечно же, не оправдывает того, что его там ударили. Как бы там ни было, человек вообще был один, и лучшее, что нужно было, можно было с ним сделать, это в поучительной форме. Это все можно было бы, конечно, не доводить до этого. Но, смотрите, теперь переходим к главной теме, о чем я хочу поговорить. Почему подобное не произошло бы и не произойдет в Швеции, в Норвегии, в Финляндии, Дании, Германии, Бельгии? Почему? Здесь мало торговых центров, или здесь мало машин? Или что помешает Шведу или мне, допустим, вот так вот поставить машину и зайти в торговый центр? Что меня придержит от такого поступка? Вот здесь, вот это тот самый важный момент, вы сейчас, многие из вас могут подумать, что это не столь важно. Но вина, в первую очередь, лежит на государстве. Здесь так не поступлю, ни я, ни кто из проживающих в Швеции, потому что государство подошло к этому вопросу так, что оно сделало вот этот вот сам поступок для меня неудобным. Смотрите, я, если таким образом, вот смотрите, что двигало, что двигало Томаевым? Им двигала спешка. То есть он руководствовался вот так приблизительно, он думал, так, мне нужно очень быстро забежать, купить там что-то. А если я сейчас буду искать место, где припарковаться, то на это я потрачу время. Плюс, если оно будет где-то далеко от торгового центра, я, значит, мне придется оттуда идти пешком, я опять потеряю время. То есть он руководствовался отсутствием у него времени с пешкой. Смотрите, что сделали, допустим, в Швеции, как этому подошло государство. Государство сделало для меня вот этот вопрос спешки, когда у меня стоит такой выбор. Так, я спешу. Давай-ка я лучше вот сейчас брошу здесь автомобиль, заблокирую выезд двум каким-нибудь или одному там автомобилю. Зайду, быстро куплю, на это я потрачу там 15 минуту, полчаса, выйду и уеду. Вот смотрите, что произойдет, если я так поступлю? Произойдет то, что человек, который должен был выехать, или даже любой другой, или там специальная служба, которая проверяет, оплачена ли парковка, правильно ли парковка. В общем, любой человек, он увидев вот такую вот наглость, такое нарушение, он просто позвонит в полицию. Может быть, нам сфотографируют для отчета. То есть, он позвонит в полицию, и никаких вот этих разборок у меня там не будет. Он позвонит в полицию, допустим, что полиция не приедет туда, не успеет, может быть, я раньше оттуда сквозану. Если успеет, то они приедут и эвакуируют автомобиль. Но если даже они не успеют, я приеду обратно, сяду, уеду, меня первый же патруль остановит. И что произойдет дальше? Дальше меня заберут в отдел, либо, может быть, там же на месте. Очень долго будет происходить весь этот процесс. Я потеряю гораздо больше времени, которое я хотел вон там выиграть, забежав в этот торговый центр, я хотел выиграть там 15 минут. В итоге я потеряю очень много времени и еще получу штраф. Почему это не ограничится штрафом? Почему я не акцентирую внимание на штрафе? Почему я не говорю, что штраф меня удержит от того, чтобы припарковаться? Потому что люди, есть богатые люди, тем более такой, как Тамайев, он как бы человек небедный. И многих штраф бы не удержал. Он бы подумал, да, ничего страшного, заплачу там 100 евро, 150 евро, 200 евро, не проблема. Но потерянное время его удержит. Здесь все не ограничивается просто выплатой штрафа. Теперь, что произойдет дальше, если он будет систематически так себя вести? Если он возьмет себе за обычай вот так оставлять машину? Второй раз он такое сделает, ему за рецидив, может быть, больше штрафа выпишут. А может быть, уже на второй раз у него изымут права и скажут, чувак, ты не усвоил правила дорожного движения. Тебе нужно снова сдавать на права. Когда это произойдет? На второй раз или на третий, я не знаю. Но если полиция поймет, что он одно и то же нарушение специально делает, то есть его не удерживают те меры, которые против него предпринимаются, его отправят на пересдачу. Субтитры создавал DimaTorzok